Приветствую вас в Fashion Factory School, школе бизнес-образования в сфере моды. Меня зовут Ольга Мигачева, я бизнес-тренер школы. Сегодня мы в гостях у Екатерины Анциборовой, выпускницы курса Fashion Impulse Pro, основательницу бренда Ансель и соосновательницы пространства русских дизайнеров Капсула 21. Поговорим об истории развития марки Ансель. Екатерина, здравствуйте! Благодарю вас за приглашение в ваше невероятно эстетичное пространство дизайнеров Капсула 21. Здравствуйте, мы тоже вам очень рады. Традиционно, я когда начинаю общаться с основателями бизнесов, первым делом мне интересно, почему этот бизнес? И вообще, как вы начали им заниматься, что было до этого? До этого я занималась ресторанным бизнесом. У меня было кафе, и я думала, что это мое призвание, я прям жила этим. Очень люблю кухню разных стран. И когда я родила первого ребенка, я поняла, что мне это больше не интересно. Мне хочется уйти в творчество, мне хочется вновь рисовать картины, путешествовать. И в период между кормлениями я ездила к художнику и просто рисовала. Потом я пошла в художественную школу, при том, что в детстве я ее закончила, и мне ее опять захотелось пройти. То есть вернуться? Да, вернуться, вот эти все стадии пройти. Я училась в школе, потом нашла художника, которому ходила в мастерскую, там писала картины. И вот эта любовь к живописи, она должна была куда-то выйти, потому что я не могла вечно заниматься живописью. Мне хотелось дальше двигаться. И я выбрала для себя фэшн-индустрию. Ну почему именно модный бизнес? Это все шло с детства. Я всегда любила модно одеваться, всегда отслеживала тенденции. Прям у меня был интерес к этому, наверное, на протяжении всей жизни. А как родилась идея непосредственно уже вашего бренда Unset? Я пошла учиться к Вячеславу Зайцеву. Я пошла учиться просто потому, что мне хотелось. Я еще не знала, что у меня будет бренд. Просто у меня душа требовала. Я год готовилась к поступлению, потом училась. И уже в самом-самом конце, буквально на преддипломном своем проекте, я осознала, что это будет бренд. Я хотела развивать не себя как дизайнера, а именно бренд. То есть вам интересен был именно бизнес, марка? Да. Я начала подбирать подходящее название. У меня такая достаточно сложная фамилия, и из этой фамилии произошло красивое слово «Ансель». Я думала, что… Я его сама придумала. На самом деле прогуглили и поняли, что есть такое слово, и оно переводится как «творческая личность». Это был просто знак, что все, это мой бренд, это название для нас. И оно нам действительно подходит, и все наши клиенты так или иначе творческие девушки. Расскажите как раз про концепцию марки. Я бы сказала, микс современной женственности с ноткой классики, романтики, в двух словах. А кто клиент вашего бренда? Это девушка, самостоятельная. Как правило, у нее есть какой-то свой бизнес. И независимо от сферы деятельности этого бизнеса, она творческая. Это может быть юрист, который любит моду. Это может быть фотограф. Это могут быть стилисты, которые являются нашими постоянными клиентами. Так или иначе, эти люди творческие. И наше название, оно себя оправдывает. И у вас вот появилась идея, первая эскиза. А какие дальше были шаги, чтобы создать бренд? Меня научили как раз создать классную коллекцию, прям полноценную. Но не научили, что дальше с ней делать, куда идти, как просчитать, кто этим будет заниматься. Потому что если я буду все делать сама, это уже не бизнес. Это как такой самозанятый. А мне интересно было построить бизнес. И я как раз пошла учиться в Fashion Factory на курс «Импульс». И именно этот курс дал мне понять, какие шаги я должна сделать, куда двигаться. И очень благодарна этому обучению. А сколько времени прошло с момента окончания обучения на курсе Fashion Impulse до запуска первой коллекции? Официально прошло полгода. Но в течение этих шести месяцев я разрабатывала коллекцию. Я готовилась, я знала, что впереди меня ждет неделя моды. Я поставила цель с первой своей коллекции выйти на Mercedes-Benz Fashion Week. Так и получилось. Ровно через полгода стартовал мой бренд. Существует такой стереотип, что запустить модный бренд – это очень дорого. Какой вам потребовал стартовый капитал для того, чтобы запустить свою марку? На самом деле для меня это сейчас сложный вопрос, потому что первые свои модели я отшивала из денег, которые как карманные деньги. А когда я уже вышла на неделю моды, я поняла, что мне нужен шоу-рум, мне нужна команда. И тут уже пришлось искать дополнительные средства для запуска бренда. Сейчас можете вспомнить первые вложения, которые были? Я постоянно туда вкладывала. Вот прям первоначальной такой определенной суммы у меня нет. Я просто каждый месяц вкладывала, вкладывала, вкладывала. Но я все записывала, все фиксировала. И через года два я уже вышла в ноль. Екатерина, то есть я правильно понимаю, что с момента старта до полной окупаемости и выхода в ноль и в прибыльность времени ушло два года? Да, все верно. В развитии марки. Ну, в принципе, для фэшн-индустрии это такой хороший, очень хороший срок развития и выхода в прибыль. Да, я очень старалась, очень много времени, сил и любви вложила в свой бренд. И он начал приносить плоды. Ну, это очень радостно. Скажите, а как сейчас выглядят бизнес-процессы? То есть что вы делаете самостоятельно, что отдаете на аутсорс? Самое приятное я оставила себе. Это создание коллекции, подбор тканей, фурнитуры, материалов, полностью все эскизы на мне. Весь творческий процесс. Да, вот весь творческий я оставила себе, потому что именно он меня вдохновляет, дает энергию, дает вот это вот состояние приятное. Я бы не хотела этого терять. То есть именно благодаря вот этому и существует мой бренд. И это вы делаете самостоятельно? А что у вас на аутсорсе? Все остальное у меня на аутсорсе. Отшив, разработка, лекал, продажи. Но вот это, кстати, все эти бизнес-процессы, это прям полностью аутсорс? Или у вас есть там команда, которая часть задач операционных закрывает? Знаете, мне повезло. У нас в нашем пространстве капсул 21 работают стилисты, и часть задач они закрывают. Плюс у нас есть в команде и товаровед, и финансовый директор, и бухгалтер. Соответственно, часть задач выполняют они, как для моего бренда, так и для нашего магазина. А начинали вы в одиночку свой бренд, или было партнерство, может быть, какое-то? Бренд я начинала полностью одна. Я пыталась взять в команду даже дизайнера, но поняла, что ДНК тогда размывается. Поэтому в команде именно дизайнер я одна. Но у меня были предложения от потенциальных партнеров работать совместно. Но я поняла, что здесь я могу потерять вот эту вот свободу, свободу мыслить, создавать коллекцию. Я поняла, что все-таки свобода для меня важнее. А кого нанимаете сейчас? Ну, нанимаете ли кого-то из персонала? У меня вся команда на аутсорсе. Я как раз вот благодарна Людмиле Нарсаян. В конце курса у нас был такой вот небольшой диалог. Я рассказала про свое видение дальнейшей бренда. И Людмила мне посоветовала все делать на аутсорсе. Я попыталась кого-то брать в команду. Я поняла, что у меня это все-таки немножечко тяготит. Мне комфортнее, когда я одна. Когда я могу здесь отшить коллекцию, здесь отшить. То есть работать с разными фабриками, работать с разными конструкторами, работать с разными СММ. И у меня полная свобода действий. И я очень благодарна Людмиле за этот совет. Несмотря на то, что я все-таки попыталась кого-то нанять. И поняла, что она была права. Не ваш путь. Видимо, она меня прочувствовала. Да, мне кажется, это такой тоже залог успеха. Когда ты честен с собой. Да, я согласна. И выбираешь какой-то свой путь организации бизнеса. Такой, который комфортный тебе, а не что-то по шаблону. Да, да, да. Это прям вот мой путь. Вот если уже смотреть на весь путь жизни марки, что сейчас поменялось? То есть чего удалось добиться? Какими успехами гордитесь? Я горжусь, что на сегодняшний день мой бренд продается в семи городах России. Что у меня уже понятная ДНК. И мой бренд уже узнаваемый. Среди стилистов, среди клиентов. Горжусь тем, что появилось много постоянных клиенток, которые, покупая какую-то одну вещь, возвращаются за похожие. Или вот получают очень много комплиментов. Им нравится вот это состояние. И они приходят еще, получить еще. Мне это очень приятно. Какие у вас дальнейшие планы, ну вообще цели амбициозные по развитию бренда? Я бы хотела увеличить количество городов, в которых я представлена, и развивать свою розницу. А именно вот наше пространство Капсула 21. Потому что именно в Капсуле представлена вся наша коллекция. И те клиенты, которые хотят ознакомиться со всей коллекцией, приезжают именно сюда. А какие еще каналы продаж у вас есть? То есть вот кроме пространства этого, какие сейчас еще каналы продаж? Вот в частности вы сказали, что в разных городах представлены. Где именно бренд продается? Бренд продается в Казани, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Твери. Это все какие-то дизайнерские шоурумы? Или есть еще какие-то каналы, которые вы используете для продаж? Только Инстаграм. Инстаграм и, наверное, старое доброе сарафанное радио. Когда девушки видят понравившуюся им вещь на своих подругах, они уточняют, где это купили, что за бренд. У меня это в моем случае очень хорошо работает. А для продвижения марки какие способы используете? Инстаграм, Таргет. Инстаграм и Таргет, то есть это тот инструмент, который хорошо работает. Ну и плюс сарафанное радио. То есть вы не используете, не знаю, коллаборации с блогерами или какие-то публикации? Ну, к нам часто обращаются стилисты предоставить вещи для съемок, для селебрити, либо для какого-то журнала. Если нам подходит формат, мы сотрудничаем. Вы сказали, что пошли учиться на курс Fashion Impulse, как раз чтобы разобраться в том, как устроен этот бизнес. Вот поделитесь, пожалуйста, что поменялось в вашем представлении о модном бизнесе, вообще о том, как вести дела после обучения? Ну, вообще у меня изначально просто появилось это представление, потому что я совершенно не понимала, куда двигаться, что делать. Каждый урок открывал прям новые двери для меня. Я до сих пор вспоминаю некоторые уроки, которые просто открыли для меня целый мир. А что было главным инсайтом за время обучения? Я помню урок, когда мы поехали всей нашей группой в шоурум, шоурум Москву, и я увидела, как изнутри делается бизнес. Я увидела коллекцию, которая отшита почти за год до начала сезона, как байеры делают заказы. То есть я увидела этот бизнес, как он действительно построен, как правильно это делать. Я поняла, что это мой путь. Готовить коллекцию на сезон вперёд. Вы придерживаетесь именно сезонности, да, в коллекции? Да. А между этими сезонами вы пускаете какие-то небольшие уроки? Капсулы, да. Однозначно, да. То есть я не могу без этого, у меня всегда что-то происходит, всегда что-то отшивается. Есть коллекции, есть ещё капсулы, которые туда внедряются. А как сейчас вы видите, в чём секрет коммерческой успешности бренда, который работает вот по такой системе? То есть есть и чёткая сезонность, и при этом постоянный довыпуск капсул. В чём секрет успешности? Сезонность однозначно это уже секрет успешности, потому что, то есть начинается сезон пальто, а у тебя уже есть пальто, начинается сезон, допустим, платьев, а у тебя уже есть платьев. Когда мы чувствуем спрос, спрос, например, на какие-то модели определённо, на какую-то длину, на какие-то вот жакеты. И я могу внедрять плавно, вот благодаря спросу я могу давать предложение. Ну, то есть чётко понимать, что нужно потребителю и вовремя отшивать под запрос. А кроме знаний и вот этого понимания бизнес-системы, что ещё ценного дал вам курс? Я до сих пор вспоминаю урок про ассортиментную матрицу. Для меня это был тоже прям инсайт, который я до сих пор использую. И если посмотреть мою коллекцию, я всегда придерживаюсь ассортиментной матрицы. У меня определённое количество верхов, низов. То есть всё это друг с другом миксуется. Не просто вот вещи. У меня вот этот урок, он прям мне до глубины души зашёл. Ну, и позволил профессионально развивать. Да, да. А что-то ещё? Возможно, какие-то связи, знакомства, коллаборации за время обучения? Я вообще вспоминаю наш курс с такой теплотой, с любовью. У нас были замечательные дизайнеры или будущие дизайнеры. И, соответственно, именно на этом курсе я познакомилась со своим партнёром Владиславой. С которым мы сейчас организовали вот это прекрасное пространство Капсула 21. И собрали сюда порядка 65 российских дизайнеров. То есть вашему партнёрству уже больше пяти лет получается? На самом деле партнёрство, как и таковое, началось полтора года назад. Но в течение этих пяти лет мы периодически общались. Мы ходили на какие-то выставки. Мы виделись. Мы следили за успехами друг друга. Поддерживали друг друга. И впоследствии я предложила Владе стать моим партнёром вот в этом красивом бизнесе. Спасибо, что поделились очень вдохновляющей историей развития вашего бренда. В завершении нашей встречи дайте, пожалуйста, пару советов тем, кто только мечтает запустить свою марку, чтобы вы могли им посоветовать. От меня совет — действуйте. Если вот сердце ваше хочет творить, идите и творите. Можно долго считать, готовиться, просчитывать бизнес-план, а можно просто пойти и сделать. И начать. Вот сделать первый шаг. От меня такой совет. Первый шаг. Спасибо большое. Да, действия точно снимают страхи, сомнения и дают энергию на движение вперёд. Да, согласна. Спасибо большое за беседу. Вам тоже спасибо. Подписывайтесь на канал Fashion Factory School и регулярно смотрите вдохновляющие интервью с выпускниками школы, а также открытые лекции с ведущими экспертами индустрии. А если мечтаете запустить свой бренд, то регистрируйтесь на курс Fashion Impulse Pro. Старт курса уже совсем скоро.